Мы рассматриваем увеличение размеров и сложности организмов как шаг вперед. В то же время одноклеточные организмы обладают рядом преимуществ по сравнению с крупными многоклеточными. Например, одиночная клетка может жить в очень небольшом пространстве, и ей не требуется много еды для того, чтобы достигнуть размеров, необходимых для размножения. Но во многих случаях выгодны крупные размеры. Одиночная клетка не способна увеличиваться до бесконечности. В конце концов, ее центральная часть окажется слишком далеко от внешней среды и не сможет быстро получать все необходимые питательные вещества. Крупные организмы построены из множества клеток, между которыми наблюдается разделение труда. Различные клетки специализируются для выполнения одной или нескольких перечисленных функций. Например, нервные клетки лишены способности захватывать пищу. А клетки, выполняющие пищеварительную функцию, не могут активно реагировать на большинство факторов среды. Жизнедеятельность отдельных клеток в этом случае направлена на обеспечение существования всего организма и, в свою очередь, тоже зависит от деятельности других клеток. Самые простые из морских животных имеют небольшие размеры, при которых все их клетки расположены достаточно близко к водной среде, доставляющие им пищу и удаляющие продукты распада. В процессе эволюции многие животные становились крупнее и клетки, образующие внутренние части их организма, все больше и больше удалялись от внешней среды. Животные, у которых возникли способы доставки этим клеткам питательных веществ и кислорода, и выведение наружу продуктов распада, получили возможность увеличивать свои размеры, а организмы, не имеющие таких систем, вынуждены были оставаться маленькими. Ученые полагают, что возникновение многоклеточных связано со специализацией клеток колониальных жгутиковых. Первый многоклеточный организм Илья Ильич Мечников назвал фагоцителлой. Мечников считал, что при образовании двухслойности некоторые клетки, эктодермы наружного слоя, заползали во внутреннюю полость и, размножаясь там, образовывали энтодерму, внутренний слой. Эти клетки были способны к амебоидному движению и могли путем фагоцитоза захватывать пищевые частицы, поэтому фагоциты – пожирающие клетки. Продолжение следует...